Двухэтажное кирпичное здание В конце февраля самарцев ожидает сокращенная рабочая неделя. День защитника Отечества выпадает на пятницу и будет выходным. Поэтому отдыхать самарцы будут 23, 24 и 25 февраля. Наставник самарской футбольной команды «Крылья Советов» Игорь Осенькин опроверг информацию о том, что его контракт с командой может закончиться к лету 2024 года. Также он сообщил, что в команде ситуация стабильная. Прием новых игроков не запланирован, как и расторжение контракта с кем-либо. Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. В допинг-пробе спортсменки, взятые еще в 2022 году на чемпионате России, обнаружили запрещенное вещество. Валиеву также лишат золота чемпионата России, чемпионата Европы 2022 года и командного золота Олимпийских игр в Пекине. Вновь участвовать в соревнованиях спортсменка сможет в 2026 году. Ученые из Австралии исследовали влияние ликопина, содержащегося в томатах, на работу сердечно-сосудистой системы. Этот антиоксидант способен активно бороться с образованием холестериновых бляшек и снижать риски развития атеросклероза. Также в томатах содержатся калий и магний, способствующие нормализации артериального давления. Сохранить память и ясность ума до самого позднего возраста помогает игра на музыкальных инструментах. Такие выводы опубликовали зарубежные ученые. Они также составили рейтинг инструментов, владение которыми лучше других стимулирует мозг. На первом месте оказались клавишные инструменты, чуть менее эффективны барабаны и гитары.